Эфир с ВВТВ продолжит программу актуальное интервью. Меня зовут Анна Харунжева. Здравствуйте. Сегодня говорим о родовых сертификатах. Цель их введения – повышение материальной заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи будущим матерям. Также родовые сертификаты предоставят беременной женщине возможность выбора женской консультации, в которой она предполагает вставать на учет и наблюдаться по беременности, а в дальнейшем и родильного дома. Подробнее об этой программе мы беседуем сегодня с Любовью Степаненко, заместителем главного врача по клинико-экспертной работе в поликлинике номер 2 детской города Ставрополя и Натальей Фищевой, заведующей консультативно-диагностической поликлиникой перинатального центра номер 1 в городе Ставрополь. Любовь Владимировна, Наталья Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, ну что такое родовый сертификат, для кого он и кто имеет право на его получение? Родовый сертификат – это финансовый документ, который выдается женской консультацией беременной женщине в сроке 30 недель при регулярном ее посещении и длительности диспансерного наблюдения не менее 12 недель. А кто в итоге им пользуется? В итоге родовым сертификатом пользуются медицинские учреждения, в которых была оказана помощь беременной женщине в период беременности, ей и ее ребенку в период родов, послеродовый период и диспансерное наблюдение ребенку до года. А что нужно сделать, чтобы получить родовый сертификат? Что нужно сделать женщине? Чтобы получить родовый сертификат, ну в первую очередь нужно стать на учет по беременности в женской консультации, регулярно ее посещать и в сроке 30 недель женщина его получает. Скажите, пожалуйста, из скольких частей состоит сертификат? Родовый сертификат состоит из шести частей. Первая часть его – это корешок, который выдается непосредственно женской консультацией и удостоверяет то, что женщина действительно стояла на учете. Второй – это талон номер один, это выдается женской консультацией для оплаты услуг, которые получила женщина в период беременности. Второй – талон, талон номер два – это талон, который дает право женщине, вернее, оплаты услуг ее в родах и наблюдения за ребенком в послеродовом периоде. Третий талон – это сам родовый сертификат. Этот документ, он не оплачивается, это просто документ, в котором зарегистрировано, что женщина действительно наблюдала женской консультации, что ей осуществлялись роды и вот такой вот документ. Следующий талончик – это талончик номер три-один. Три-один – талон непосредственно для оплаты услуг за диспансерное наблюдение ребенка от ноля до шести месяцев. Это поликлинический талончик. И существует еще талон три-два, который осуществляет оплату услуг медицинским работникам по диспансерному наблюдению за ребенка шести месяцев до года. Вот шесть талонов родового сертификата. Скажите, пожалуйста, а как можно потратить все эти части и где, и когда в разное время? Значит, эти части женщина потратить не может, потому что он не обналичивается и, соответственно, в своих целях она использовать не может. Этот родовый сертификат отдается женщиной после родов. Затем медицинское учреждение передает этот документ в фонд социального страхования. Фонд социального страхования проверяет качество оказанной медицинской помощи. Если оно оказано на должном уровне, идет перечисление средств уже в ту медицинскую организацию, где была оказана непосредственно медицинская помощь женщине и ребенку. А сами медицинские учреждения, получается, куда потом тратят этот сертификат? Ну, естественно, на заработную плату своим работникам, которые осуществляли непосредственно наблюдение за этим ребенком, на покупку оборудования, на медикаменты, которые есть. Ну, в условиях, наверное, родных. Женская консультация – это приобретение дополнительного питания, медикаментов, но, опять же, оборудование необходимого медицинского инвентаря, в общем-то, и на оплату врачей, средних и младших медработников медицинских. Я знаю, что необязательно женщина должна оставлять после оказанных ей услуг родовый сертификат, то есть услуги она получит в любом случае, и потом, если ее удовлетворило, так сказать, обслуживание, она может поощрить, да, наверное, вот для этого программа и сделана, поощрить медицинское учреждение и оставить сертификат. Или это не так? Ну, в общем-то, так, но, с другой стороны, не совсем так, потому что этот документ на самом деле принадлежит медицинским учреждениям. То есть, ну, зачем он женщине? То есть, она никуда в другое место, никак его не сможет ни обновичить, ни потратить. Никак. А учреждение медицинское, ну, за счет этих средств, они небольшие, но оно может приобрести необходимое оборудование, опять же, для оказания помощи ей и ее же ребенку. Поэтому... А вообще многие ли оставляют, или бывали случаи, что вот... Ну, основная часть женщин, все оставляют родовый сертификат. Бывают единичные случаи по причине забыла дома, не привезла. Это пациенты, которые поступают на родоразрешение из других населенных пунктов. Поэтому, ну, это единичные случаи. В основном, женщины все отдают и благодарят за оказанную медицинскую помощь. А отдают каждый раз вместе, в новом месте свой корешок или... да? То есть... Ну, я поясню, да? Да, поясните, пожалуйста. То есть, когда женщина состоит на учете в женской консультации, при выдаче родового сертификата, то есть, по достижении 30 недель гестации, корешок вместе с первым талоном оказания помощи в амбулаторных условиях уже остается в учреждении, где она наблюдалась. Потом оставшаяся часть отдается женщине, и она с талоном номер 2, с самим родовым сертификатом, талоном номер 3 уже поступает в родильное учреждение, где ей будет оказана помощь уже непосредственно в родах и в послеродовом периоде. После родов женщине отдается сам родовый сертификат, в котором указана дата, время рождения, пол ребенка, вес, она его забирает домой. И остается третья часть под пункты 1-2, это уже на оказание помощи ее ребенку. Но есть условия, что она должна поставить своего ребенка на диспансерный учет в детской поликлинике до трехмесячного возраста. Тогда этот сертификат уже может использовать лечебное учреждение. Вот, в общем-то, такие условия. Или в женской консультации тоже встать до 12 недель? Ну, даже если она стала чуть-чуть позже, главное, чтобы этот период наблюдения был не менее 12 недель. Вот такие вот у нас условия. Хорошо. Скажите, пожалуйста, это федеральная программа или региональная? Нет, это, конечно же, федеральная программа. Она разрабатывалась в 2006 году как непосредственное направление федерального национального проекта «Здоровье». Поэтому вот тогда все к этому и пришло. Наш президент и наше правительство как бы было озабочено, чтобы качественно оказывали непосредственно эту помощь беременным, родовспоможение и непосредственно наблюдение за детьми первого года жизни. А расскажите, пожалуйста, поподробнее про эту программу и конкретно в нашем регионе. Ну, по оплате стоимость сертификата, то есть на одну женщину, общая стоимость 12 тысяч, я могу сказать, сколько получает женская консультация на каждую женщину. Она получает 4 тысячи из них. 3 тысячи – это оказание именно медицинской помощи, и тысячи – это оказание правовой, психологической, медико-социальной помощи. Вторая часть талона – это оказание помощи женщине и ребенку в родах в послеродовом периоде. Это стоимость 6 тысяч. И третья часть талона – тысяча на первое полугодие и тысяча уже на второе полугодие диспансерного наблюдения за ребенком. Ну, до того 12 тысяч. Стоимость родового сертификата. Скажите, но он сейчас, вот мы его можем потрогать, то есть это действительно бумажка, но есть тенденция к тому, чтобы это переходило в электронную программу. Есть такое? Да, есть такая тенденция, как бы с 2020 года, вернее с 2019 года начался такой проект, чтобы все переходили на электронный документооборот. Естественно, это коснулось родовых сертификатов. Вначале это был пилотный проект, когда более 50 лечебных учреждений переходили. Но я думаю, что в 2020 году, в 2021 уже году, это будет стопроцентный переход на электронный уже, по-моему, переход. Да, да, мы потихоньку уже начинаем переходить, уже пробуем. То есть я думаю, что в течение года мы уже полностью перейдем на электронный вариант родового сертификата. И потрогать его руками уже невозможно. Он выдается по ОМС, правильно? Да, да. Это только за услуги, оказанные в рамках ОМС. И выдавать его могут только государственные учреждения, государственные муниципальные учреждения. Хорошо, потрогать нельзя, но а где женщина его может увидеть, хотя бы потом в электронный введет? На госуслуках он будет зарегистрирован. Да, она может зайти на госуслуги, увидеть свой сертификат, посмотреть номер, серию, то есть если ей это интересно. В какой-то мере это будет очень удобно для женщины, чтобы не носить его, это всегда можно будет его посмотреть. Естественно, взаиморасчет между лечебными учреждениями будет проходить более быстро, то есть есть свои преимущества. То есть в ближайшем будущем женщины перейдут полностью, родовые сертификаты будут в электронном виде, как в общем-то и многие наши документы. Вообще все, что можно сейчас найти, большинство на госуслугах, и родовый сертификат, он туда же и пойдет. Совершенно верно так. Спасибо большое, что пришли, программа подходит к концу. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с Любовью Степаненко, заместителем главного врача клиника экспертной работы детской городской поликлиники номер 2 города Ставрополя, и Натальей Фищевой, заведующей консультативно-диагностической поликлиникой перинатального центра номер 1 в городе Ставрополь. Берегите себя и оставайтесь на своем. Субтитры подогнал «Симон»